Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 19 мая 2019 года, очередной еженедельный отчет. Сегодня буду делиться своими мыслями. Начну с того, что мне друзья из нашего чатика «Чеснок» предложили пойти к Борису Увайдову на его семинары, на его программу оздоровления. И я отказался от этого, потому что в последнее время как-то не хочу я работать с какими-то натуропатами, которые будут вести меня. Хочется мне вести себя самому. Как-то я лучше себя таким образом чувствую. Я полтора года назад пробовал работать с Михаилом Советовым, и как-то это все закончилось. Особо никаких изменений у меня не произошло. Благодарю за предложение, благодарю за доверие, но есть смысл туда идти тому, кто действительно хочет работать с Борисом Увайдовым. Так что, если кто-то из вас хочет, пожалуйста. Следующая мысль – это про проверку меда. То есть, мед может быть безопасный, может быть неполезный. То есть, может быть полезный, может быть неполезный. И как можно проверить, у меня такая идея появилась, то, что если смотришь на мед и хочешь им полакомиться, хочешь им как-то наесться, хочешь как-то его в больших количествах съесть, то, возможно, этот мед подозрительный. А если же смотришь на мед и как-то не особо хочется его есть, то есть, как-то там можно немножко съесть, вот особенно это бывает, когда мед такой деревенский, когда он такой плотный, когда он такой… Ну, то есть, мед бывает разный. Вот если, допустим, пойти в магазин или на какой-нибудь рынок меда, то сейчас придумывают разные варианты. И мед-крем, и там мед с орехами, и там жидкий мед. Ну, как бы стандартно бывает этот мед жидкий какой-нибудь из акации и так далее. Разные-разные меды бывают. И вот какой-то из них хочется использовать как какую-то там булочку, как какую-то шоколадку, и вкушать его в таких неограниченных количествах. А какой-то мед такой простой и, допустим, там твёрдый, какой-то там не особо, может быть, красиво выглядящий, его как-то особо кушать в больших количествах не хочется. И вот, как мне кажется, это хороший показатель. То есть, качественный мед, скорее всего, тот, который особо в больших количествах кушать не будешь. Даже если мед перегрет или там, допустим, содержит какие-то добавки, то, скорее всего, на такой мед тоже будет тяга. Следующая мысль по поводу возраста. Вот есть такие статистические критерии меры человека, меры его опыта жизненного. То есть, если другой человек интересуется, например, возрастом или национальностью, то, скорее всего, этот человек хочет узнать что-то, какую-то информацию среднестатистическую об другом человеке. И вот возраст и национальность – это такие параметры среднестатистические. Потому что, если человек живет в гармонии с природой, если он занимается тренировками, ведет здоровый образ жизни, то, соответственно, возраст у него будет отличаться от того человека, который ведет образ жизни не очень здоровый. То есть, такой стандартный среднестатистический человек. К 40-50 годам, вот если зайти на пляж какой-нибудь, я вот когда-то был в Анапе, и на пляже там люди выглядели не очень привлекательны, слишком такие лишние весы и так далее. Так что возраст – это не показатель. Ну и то же самое с национальностью. Есть такие предубеждения, но они не без оснований. То есть, если, например, какая-то у человека определенная национальность, то значит, там он либо там грубиян, либо там какой-нибудь, в общем, человек, который недобросовестный, скорее всего. И часто так и бывает, потому что как раз эти выводы можно делать на базе статистики. Но, с другой стороны, есть люди, которые ведут осознанную жизнь, и они совершенно не вписываются в категорию какой-то национальности. И, ну вот, собственно, допустим, если про русских говорить, если где-то за границей вот так вот пытаться характеризовать слово «русский», то часто бывает то, что это слово ассоциируется с русским медведем или там «с русским, который свинья». Вот и мне вот даже как-то за границей не очень нравится говорить о том, что вот там «я русский» или там «не очень нравится встречать людей, которые русские», потому что можно тоже предполагать то, что, скорее всего, они будут вести себя как-то там не очень хорошо в плане там «мусорить» и так далее. К сожалению, эта статистика часто бывает такой. Но это не показатель. Следующая мысль про гибкий или здоровый не стареет, а зреет. Вот у Мухтара Гусенингаджиева есть такой тезис о том, что гибкий человек не стареет, а зреет. Я вот такое обобщение сделал, то, что здоровый человек не стареет, а зреет. И это открывает интересные грани ощущений и понимания о том, что может происходить в будущем. То есть у всех есть стандартная такая установка, то, что с годами будет все хуже, здоровье будет уходить, активность будет уменьшаться и так далее. То есть какая-то такая негативная установка. И вот эта вот установка про то, что гибкий или здоровый не стареет, а зреет, можно сравнивать это как с плодами на дереве. Можно сравнивать с чем-нибудь еще. И, как мне видится, это очень такая хорошая, позитивная установка. Есть смысл вести здоровый образ жизни и зреть. С любыми годами, в любом возрасте, чего я всем и желаю. Следующая мысль – это то, что гибкость должна быть образом жизни. Я вот на этой неделе продолжаю заниматься растяжками, гибкостью. И понял то, что, ну вот, если, допустим, просто там по полчаса в день выделять время на растяжки, на занятия, то это будет в итоге, в итоге это с течением какого-то количества дней, может быть, месяцев, надоест и человек забросит. То же самое и со здоровым образом жизни. Я к такому же выводу пришел, то, что невозможно вот как-то там отдельно думать о том, то, что вот нужно там вести здоровый образ жизни. Нужно именно жить этим. Нужно вписывать во свою жизнь какие-то привычки, которые были бы связаны с теми действиями, которые будут вести наверх, ну, в плане здоровья, в плане гибкости. И с точки зрения гибкости то же самое. Мысль в том, что есть смысл заниматься растяжками в процессе просто каких-то бытовых дел, в процессе каких-то... Ну, то есть, вот, например, я сейчас стал гулять в парке, слушаю английский, учу английский, и плюс еще делаю растяжку на руки. То есть, руки свободны. Можно растягивать части кистевые, можно части локтевые растягивать, и плечевые суставы, плечи. Можно при этом вполне себе нормально идти. Потом тогда, когда, например, если хочется отдохнуть, можно лечь, допустим, на... Ну, либо на кровать, либо на... Я вот на твердую поверхность ложусь. У меня такая кровать твердая, доска там. Продолжаю на твердом спать. И слушаю, например, что-то, либо думаю о чем-то, и опять-таки можно продолжать тренировать растяжку. Уже, например, на ноги. То есть, вот, разводить ноги, как в такую позу лягушки, либо скручивать в другую сторону. Ну, и так далее. Например, если чистишь зубы, либо там что-то делаешь руками, стоя, можно растягивать спину. То есть, можно выгибаться немножко вперед. И так вот в течение дня можно связывать растяжку, гибкость с какими-то активностями. То есть, не специально на нее выделять время, а вот именно жить гибкостью. И тогда это будет действительно результативно. То же самое, например, на полу можно, вот как Мухтар Гусенгаджиев рассказывал, он работал на полу. Сидел за ноутбуком, за книгами, писал на полу. Все он делал на полу. И плюс параллельно еще что-то растягивал, какие-то группы мышц растягивал. Так что все это есть смысл использовать. Причем не нужно ставить какие-то цели, что там вот хочу там растянуть, то-то, 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 на шпагат садиться. Шпагат и гибкость – это совершенно две разные вещи. Шпагат – это для того, чтобы похвалиться перед кем-то, чтобы показать, что вот якобы есть какие-то способности. и гибкость – это для здоровья, это для себя. И гибкость, главное в гибкости, это гибкость позвоночника, а не конечностей. Так что есть смысл, есть смысл просто без каких-то сильных усилий разные области в течение дня, разные области тела растягивать. И лимфа будет двигаться, и кровоток будет двигаться, и энергетика будет повышенная. Все это пойдет во благо. Следующая мысль – это то, что каждый продукт питания, каждое действие и каждый предмет ведет человека либо вниз, либо вверх. Ну, то есть, либо к счастливой жизни, к здоровой жизни, к успешной жизни, либо наоборот, в другую сторону. И есть смысл каждый свой поступок, каждую покупку, каждое действие пропускать сквозь призму вот такого понимания, для того, чтобы… сквозь призму вот такого фильтра, для того, чтобы понять, есть смысл что-то делать, есть смысл что-то покупать, либо нет. То же самое можно делать с существующими вещами. То есть, если уже есть что-то, либо с существующими привычками, либо с существующими какими-то привычками, да. То есть, если уже на автомате какие-то действия выполняются, есть смысл все это пропускать через такой фильтр и выявлять действия, которые лучше прекратить делать, заменить их какими-то полезными действиями. Следующая мысль – это по поводу того, чем заниматься и как вообще время проводить. Мне вот друг писал недавно, говорил то, что он собирается пойти на велосипеде покататься. Я сказал то, что это, ну, как бы, так связано с заморочками. То есть, много надо там всяких приготовлений, там, поехать в какой-то парк, там, с собой, например, велосипед взять, либо там его в аренду брать. То есть, как-то потом там это кататься, потом ехать домой. Много времени тратится. Ну, на мой взгляд, то есть, я вот как-то в последнее время люблю эффективно тратить время, расходовать. И сказал то, что, ну, вот как-то, как-то заморочек много. И друг мне сказал, ну, а чем вообще тогда заниматься, как время проводить? То есть, вполне себе такой правильный вопрос. и вообще-то лучше, конечно, на велосипеде кататься, чем там другими вещами каким-то заниматься, как вот подростки там сидят на лавочках, там пиво пьют и так далее. Конечно же, лучше на велосипеде кататься. Вот. Но если вот так вот пытаться обобщить и ответить на этот вопрос, чем же лучше заниматься и как лучше время проводить, я вот просто сформулировал следующий тезис, это то, что любое занятие, то есть, как весело время проводить. Любое занятие, любое занятие покажется веселым, если оно поможет сделать шаг к вашим целям. То есть, если есть какие-то цели, если есть то, что хочется, чего хочется достигнуть, то если заниматься этим, то, соответственно, это занятие будет веселым уже автоматически. У меня, например, я сейчас, например, учу английский, и я, например, могу ходить в парк, слушать какие-то занятия, заодно параллельно я гуляю, заодно параллельно я вот придумал еще растягивать руки, также там можно еще подтягиваться в определенных местах, в определенных местах можно качать пресс, в других местах можно от лавочек от отжиматься, ну и так далее. То есть, вот можно как-то все это одновременно совмещать и, как мне, по моим ощущениям, все эти, все это времяпровождение, оно кажется очень веселым, потому что оно помогает идти, помогает вести меня к моим целям. С точки зрения следующей мысли, следующая мысль про мужчин и женщин, сейчас в мире много, я вот в последнее время понял то, что много разных есть концепций, дезориентирующих, есть вот с точки зрения там, женских концепций, феминизм, такая независимость женщин, есть с точки зрения мужчин, концепция тоже независимости, мисп называется, мужчины, идущие своим путем, отрицающие тоже отношения с женщинами, то есть вот как бы так, женщины отдельно, мужчины отдельно, и все это, все это сатанизм, как мне видится, и как мне видится, союз женщины и мужчины, это очень сильная вещь, и, ну тут, конечно, нюанс в том, то, что женщина и мужчина должны быть на своем месте, они должны выполнять правильные действия, выполнять свое предназначение, ну и тогда, тогда будет действительно гармония, тогда будет действительно симбиоз, который поможет каждому и женщине, и мужчине достигнуть большего, чем если они будут поодиночкам. Следующая мысль по поводу того, что хорошо там, где нас нет. Я вот в парке гулял и смотрел, то, что там вот, допустим, когда выходные, суббота, воскресенье, люди гуляют семьями, то есть там мама, папа, ребенок, вот я на это все смотрел, и такое было ощущение, то, что вот это как бы так классно, ну классно, классно, романтично, очень приятно смотреть, вот наблюдать на то, как люди так вместе гуляют. А с другой стороны, тогда, когда я был тоже в семье, тогда, когда я вот так вот гулял, то есть там мама, папа, и мой ребенок, я, я папа, рядом, рядом моя женщина, и вот мой ребенок, и я тогда думал то, что то, что слишком много забот, слишком тяжело, и хотелось бы вот как-то там и одному там как-то побыть, и так далее. И, ну это к тому, то, что хорошо там, где нас нет. То есть, с другой стороны, когда находишься один, смотришь вот хорошо то, что там в семье, когда на, когда в семье, вот те люди, которые в семье, они смотрят на тех, кто гуляет по одному, они тоже могут смотреть то, что классно, то, что человек там один, там может делать все, что захочет. И, ну это вот о том, то, что хорошо там, где нас нет. Тут нужно понимать то, то, что, то, что хорошо, это может казаться, ну вот просто, если смотреть так на других людей и делать выводы, что это, это может быть ошибочно. так что, так что, есть смысл наслаждаться именно моментом, в котором находишься. То есть, вот если один, то классно, что один. Если с кем-то, то классно, что с кем-то. Как-то так. А если вот всегда думать, что вот что-то не так, там хочется, что-то другое, это получается, живешь просто каким-то там, каким-то будущим и находишься не в моменте, что нехорошо. Следующая мысль, это то, что нужно возвращать традиции знания предков. Сейчас очень много разных концепций, сыроедения, веганства, феминизм, мисп и так далее. Много-много разных направлений, много разных наставников, учителей, натуропатов, всяких там учителей, тренеров личностного роста и так далее. Много-много-много всего. И как мне видится, много из этого всего лишнее, много из этого всего не ведет человека действительно к счастью и к благополучию. а нацелена на то, чтобы не всегда, конечно, но часто нацелена на то, чтобы просто заработать, ну, в кавычках заработать, то есть получить с человека деньги. И как поступать, что делать в этом случае? Есть смысл возвращаться к традиции, к традициям. Ну, в зависимости от того, какой вы национальности, где вы живете, у вас предки какие-то свои, у них были какие-то свои традиции, какие-то свои ценности, какая-то своя культура. Есть смысл это изучать, есть смысл к этому возвращаться. И как мне видится, вот там вот будет действительно счастье, благополучие и радость жизни. Все остальное нужно очень критически рассматривать и смотреть, что получилось у других людей, кто прошел через эти концепции. Причем не спустя три месяца, а спустя длительное время. Хотя бы десятки лет. На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание. Желаю гибкости и здоровья. Благодарю.